Всем привет! Вы слушаете подкаст Russian with Dasha. Спасибо, что вы со мной. Как вы знаете, это подкаст для тех, кто изучает русский как иностранный, поэтому, если вы хотите получать транскрипции, подписывайтесь на мой Patreon и также присоединяйтесь к нашему сообществу в Телеграме. Гостя сегодняшнего выпуска, возможно, кто-то из вас знает. Если вы подписаны на мой канал на YouTube, то вы смотрели видео со Стивеном из США. Стивен, привет! Привет, Даша! Привет, зрители! Я снова очень рад быть здесь с тобой и разговаривать. Да, спасибо большое, что присоединился. Я тоже очень рада. Мы со Стивеном записали видео в прошлом году, и 3 февраля 2022 года я его опубликовала. С тех пор много воды утекло, мир перевернулся с ног на голову, и в жизни Стивена также произошло много нового. Стивен, расскажи, пожалуйста, чем ты занимался? Ну, Даша, да. Очень много нового в моей жизни. В декабре я закончил магистратуру, и в августе, то есть в течение последнего семестра магистратуры, я приехал в Армению. И сейчас я уже могу сказать, что я сюда переехал, потому что я здесь живу, а я нашёл работу, и да, у меня сейчас уже армянская жизнь, так сказать. Круто! Мне кажется, что у тебя даже появился армянский акцент, когда ты говоришь по-русски «армянская жизнь». Так уверенно в практике сейчас в твоей жизни. И на каком языке ты говоришь со своими коллегами? Ну, с коллегами я на английском говорю, потому что мы международная компания, но по поводу каждый день и разговорной речи, практически я живу здесь на русском, так сказать, с таксистами и в магазинах, в ресторанах очень часто мне придётся говорить по-русски. Конечно, английский каждый день, каждый год здесь станет более популярным, но сейчас всё ещё очень многие просто знают армянский язык и русский язык, и особенно старшее поколение. Поэтому, да, у меня практика здесь, и я очень рад, очень счастлив жить в месте, где русский язык так полезен и так популярен. Да, я поздравляю тебя, что ты нашёл работу в месте, которая тебе нравится, и в котором ты счастлив жить. Но я помню, что ты очень хотел вернуться в Россию. Как ты отреагировал на то, как изменились правила? Было ли тебе грустно от того, что ты не можешь вернуться? Да, да, конечно. И я всё ещё очень хочу вернуться. Я скучаю по России, скучаю по моим друзьям, которые там живут. И, да, как ты знаешь, и, возможно, как вы знаете, в смысле, что зрители тоже. Я сначала хотел вернуться в Россию и там пройти на стажировку, но не получилось, потому что я решил, что сейчас не лучшее время туда поехать. Но я думаю, что всё судьба, и мы можем чуть-чуть попозже об этом говорить тоже, но я просто влюбился в Армению. И это не значит, далеко не значит, что я больше не люблю Россию. Нет, конечно, хочу вернуться и тоскую по России, но я просто люблю Армению тоже и заметил, насколько классная страна Армения. Я в Армении ещё не была, но я была в Грузии, и у меня есть друзья из Армении, которые живут в России. И я очень хочу туда поехать. Я обожаю горы. Чем тебя зацепила Армения, и что интересного ты о ней можешь нам рассказать? Ну да, сначала я просто хочу, что обязательно надо сюда приехать. Я думаю, что тебе точно понравится. Я просто хочу чуть-чуть рассказать о истории, в смысле, что как я сюда приехал, а потом могу рассказать, что такое Армения и почему я так сильно люблю её. Сначала я приехал в Армению как волонтёр в августе прошлого года. И да, это была стажировка, как мы уже знаем. И я искал возможности в постсоветских странах. Потом я нашёл прекрасную возможность в Армении. Организация называется Armenian Volunteer Corps. И я мог стать волонтёром и работать в разных сферах. Например, в центре физической реабилитации и в Государственном комитете по туризму. Одним из самых больших сюрпризов является то, что я влюбился в Армению гораздо больше, чем я и ожидал. Ну, я хочу сказать, что больше всего я люблю армянский народ. И они одна из самых главных причин, по которой я влюбился в эту страну. Они очень тёплые, открытые и гостеприимные люди. И у них сильные ценности. Они любят свою семью, друзей и страну. И на протяжении всей их истории у них было много трагедий и трудностей. Даже сейчас для Армении очень тяжёлое время. Но, несмотря на эти трудности, они продолжают оставаться хорошими, тёплыми людьми. И я просто хочу сказать, что я понял и заметил, что Армения — это гораздо глубже и важнее, чем просто постсоветская страна. У Армении есть такая глубокая и богатая история и культура. Например, Ярован, столица Армении, старше, чем Рим. И также Армения была первой страной, которая приняла христианство в 301 году. Поэтому вот, они интересные, хорошие аспекты Армении. И я всем посоветую сюда приехать и посетить Армению. Мне кажется, что армяне — очень сплочённый народ. И даже когда они живут в других странах, они всегда находят места, где могут провести время друг с другом и образуют такие очень крепкие сообщества. Да, это точно. Я знаю, что самым известным армянским инструментом является дудук. Скажи, пожалуйста, а ты ходил на какой-нибудь концерт в Армении? Ты слушал музыку или, может быть, смотрел армянские танцы? Да, да. И даже не на концерт ходил, а в армянскую свадьбу. И это было очень классное событие. Да, да. Может быть, у меня будет армянская свадьба когда-нибудь или когда-то в будущем. Ну всё, мне надо напроситься на твою свадьбу. Да, да, обязательно. И там дудук играли, традиционная армянская музыка. И да, было очень круто. А также из организации, с которыми я был волонтёром, там была как вечеринка. И там тоже была армянская музыка. Мы танцевали. И на экскурсии тоже. Иногда, когда проводят экскурсию, там профессиональные группы, которые танцуют, как профессиональные танцы. И чуть-чуть я, как это сказать, как учился армянский танец, но ещё много работы связано с этим. В смысле, что я всё ещё не так хорошо танцую на армянском стиле, так сказать, но хочу. Это очень круто, очень весело. Здорово. Я тебе завидую. Когда я была в Дагестане и на Дамбайе, я училась танцевать лесгинку. Круто. В Армении ведь тоже есть лесгинка или нет? Есть. Есть, потому что, да, это кавказский танец, но у армян есть свои танцы тоже. Например, есть один, называется кучари. Это очень круто. Ну, я точно знаю, что есть танец, который танцует до конфликта, до войны. Я думаю, что это кучари. Может быть, я ошибаюсь, но думаю, что кучари. И это очень мощный танец. И, да, когда ты смотришь на этот танец или даже сам танцуешь, ты чувствуешь, прям чувствуешь, как глубокую историю Армении и мощь их народа, и мощь их истории. Поэтому, да, очень крутые танцы здесь, классные танцы. Ты сказал, что это танец перед боем, то есть это танец, который должен поднять боевой дух, как ритуальный танец новозеландских маори, который называется хака. У армян тоже есть что-то подобное? Да, да, типа того, типа того. И играют дудук, как армянский инструмент. И, да, это очень круто. И там есть видео в Ютьюбе. Можете посмотреть, как солдаты армянской армии танцуют. Расскажи, пожалуйста, немного о своей работе. Чем ты занимаешься? И вообще отличается ли стиль работы в Армении от стиля работы в США? Я знаю, что в США живут трудоголики, которые хотят успешного успеха, да, и быть лучшими, как дела в Армении. Ну, если честно, мне надо сказать, что я такой, я трудоголик, так сказать, трудоголик. Но, да, я начну с различия работы в Армении и как это отличается от работы в Америке. Но здесь люди очень открыты, очень открыты по сравнению с Америкой и особенно по сравнению с Россией. Поэтому здесь можно дружиться с коллегами. А в Америке нет, нет, не так. Это ошибка, это ошибка. Может быть, есть люди, которые так делают. И, конечно, атмосфера работы другая в компании, в каждой организации. Но, в принципе, я думаю, что в Америке лучше дружиться с людьми. А в Армении это не так. Они приглашают тебя в гости, и, ну, можно с ними пообщаться даже после работы, даже когда не работаешь. Ещё один аспект работы в Армении, и для меня это забавно, это смешно, это как поздно начинается рабочий день в Армении. Например, здесь мы можем прийти на работу с 9 до 11. А также туристам, им всегда удивительно, что, например, если они на экскурсии, и им надо уехать рано утра, очень трудно найти кафе, где они могут купить кофе или поесть, потому что, да, всё здесь открывается очень поздно, но закрывается поздно тоже. Поэтому я бы сказал, что более или менее день, даже не рабочий день, просто день в Армении начинается в 9 утра. То есть Армения страна для тех, кто любит хорошо отдохнуть после работы и не торопится потом идти в офис. Да, да. И ещё один аспект, о котором я хочу рассказать, это как люди здесь, ну, они могут расслабиться, они могут отдыхать, а в Америке кажется, что нет. Например, люди на работе весь день и потом просто домой. А здесь, здесь армяне очень, как это сказать, они хорошо работают, но когда работа закончится, всё, они могут гулять по парку, ночная жизнь в Яроване, это гулять. И мне это очень нравится. И может быть, это 8, 9, или даже 10 вечера, и ты видишь семьи, друзья, они просто отдыхают, гуляют без цели, просто отдыхают, проводят время с близкими. И я ценю это, и мне очень нравится этот аспект. Стивен, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься на своей работе? Да, здесь я работаю в Тумо. Тумо — это компания, которая занимается образовательными технологиями. Тумо стартовал в Армении и сейчас уже работает в 8 странах. И Тумо — это лучший в мире в сфере образовательных технологий для школьников именно. И это бесплатно для школьников. Также Тумо играет большую роль в развитии Армении. И здесь я менеджер по развитию бизнеса, поэтому, если коротко, я продаю центры Тумо другим странам. Поэтому у меня интересная работа, я думаю, потому что я встречаюсь и работаю с интересными людьми со всего мира. Например, я встречаюсь с послами и делегациями из других стран, и министерства, и компания. И я часто провожу для них экскурсии или туры по нашим центрам и по нашим цитам в Армении. Но я также езжу к ним, чтобы продолжать наши переговоры и помочь создать наши центры в их странах. У меня есть два классных примера, и они тоже связаны с русским языком. Примеры или случаи, когда я мог практиковать русский язык на работе. Например, мэр Кишинева пригласил меня выступить на их мероприятие, и там я расскажу о Тумо и будущем образовании, и мы с ним говорили по-русски. А также я встретился с губернатором Мурманска, и это был очень классный опыт, неожиданный опыт. Поэтому, да, на этой работе у меня есть возможность общаться с интересными людьми, а также помогать Армению и помогать предоставлять детям по всему миру отличное образование. Поэтому я очень доволен своей работой и жду не дождусь, куда она меня приведёт. И я думаю, что это отличная позиция, и именно то, что я искал после того, как я закончил волонтёрство в Армении. Замечательно. Это достойно похвалы. Я очень рада за тебя. Я посмотрела сайт компании и оставлю название компании в описании видео, потому что считаю, что о таких организациях должны знать и должны говорить, особенно когда это связано с образованием детей. Стивен, скажи, пожалуйста, по каким вещам ты скучаешь, которые были в США, но которых нет в Армении? Ну, главное всего, я скучаю по моей семье и друзьям. И, конечно, у меня здесь много хороших друзей и люди здесь, которыми я считаю как семья. Но, конечно, мои родители, моя сестра, муж моей сестры, они все живут в США, и я практически всю жизнь там жил, поэтому большинство моих друзей там живут. Я скучаю по ним. И кроме этого, я скучаю ну, скорость жизни, потому что в Армении очень трудно делать что-нибудь быстро, например, в ресторанах или в магазинах. Это очень трудно, потому что, как я сказал, люди здесь знают, как отдыхать, поэтому есть свои минусы и плюсы. И я также скучаю по сервису, потому что здесь сервис ну, изменяется, и станет лучше и лучше, но все равно есть такое советское влияние. И да, сервис в Америке просто очень хороший, даже если, ну, мы знаем, что это не всегда искренне, но все равно рестораны, магазины, другие службы, они всегда проверяют, и они могут уточнить, что все пойдет хорошо. А здесь это не так. Например, если что-то не получится, их менталитет, как, ну, люди, которые там работают, они просто как, ну, не получается, то не получается, все, что мы можем делать. Конечно, это как, как говорят, проблема первого мира, но это просто факт и просто правда, что я этому аспекту скучаю. я тоже могу сказать, что я скучаю по еде, как домашняя еда и просто рестораны там, местные рестораны, которые нет здесь, и чисто там, например, дороги и пешеходный переход и так далее в Америке, они очень чистые, ты можешь весь день ходить, весь день гулять, и твои туфли все равно будут очень чистые, а здесь, если купишь новые туфли, то через пять минут они уже будут грязными, поэтому, да, вот, я скучаю по таким аспектам. Да, в России сейчас тоже очень много пыли и грязи, после зимы у нас дороги посыпают песком, и пока его не уберут, а часто его даже не убирают, он просто так улетает по разным углам, у нас, конечно, тоже обувь очень грязная, поэтому мы всегда снимаем обувь дома. Ты сказал про еду, что ты скучаешь по еде в Америке, а что тебе нравится из армянской кухни? Я слышала, что у них есть суп хаш, как мясное блюдо, я вообще ничего не знаю об армянской кухне, знаю о грузинской, об аварской, о там карачаевской кухне, но вот об армянской знаю мало. А, долма, да, ещё, наверное, у них есть, как в Грузии? долма, и есть ещё хоровац, хоровац это армянский шашлык, что ещё лаваш, это как армянский хлеб, это очень важная часть их кухни, и это даже, ну, у лаваша есть культурное значение большая в Армении. А насколько легко будет вегетарианцу в Армении? Кухня в основном мясная, да? Много вегетарианских ресторанов? Да, будет трудно, будет трудно, потому что у нас были два коллеги из Германии, они были здесь два-три месяца, и они оба вообще не ели мясо, поэтому им было чуть-чуть трудно найти еду здесь, но можно, можно, просто будет чуть-чуть труднее. Да, ну и, наверное, в сезон фрукты, овощи свежие, вкусные, ароматные. Да, да, здесь фрукты, овощи очень свежие, очень вкусные, и везде на улице продают, люди приедут из их древней, из их села, и продают очень вкусные, свежие фрукты, это очень классно. Спасибо. Были ли какие-нибудь забавные случаи? Да, очень много, очень много, но есть два момента. Во-первых, мне просто смешно, или мне забавно, что русские здесь думают, что я армянин, а армяне здесь думают, что я русский. Класс. Это очень смешно, а еще было случай, мы были в Гюмри, и мы были по пути в Ярован обратно, и там были мои коллеги из Германии, о которых я уже сказал, и перед нами мы видели Лада, и внутри Лада что-то происходило, мы не знаем, и наш водитель он сказал мне, ну что, кто-то там одевает или что-то, и потом заметили, что это корова, это корова подальше, и мы с водителем очень сильно смеялись, и он сказал, только в Армении, только в Армении, было очень смешно. Она ехала в салоне или в багажнике? Да, в салоне. Я знаю, что на Кавказе любят перевозить баранов в багажнике, но чтобы в салоне они сидели, это что-то новое. Стивен, охарактеризуй, пожалуйста, США и Армению одним словом или фразой. Хорошо, давай начнём с США. В США это, конечно, дом, это дома. И ещё по поводу США, я бы сказал, высокий уровень жизни, потому что там, конечно, проблемы, о которых я даже рассказал в нашем видео, но по поводу инфраструктуры, именно я имею в виду, как строительство, всё там в порядке, всё там на высоком уровне. А здесь таких стандартов нет. И Армения одним словом или фразой доверие и одна большая семья. Ой, это очень трогательно. Теперь точно беру билет в Армению. Я и не сомневалась, что поеду, но сейчас цены кусаются, стоимость билетов очень выросла, я жду скидок. Но мы с моей подругой планируем совместный отпуск. Она живёт в Женеве и скоро переедет в США, чтобы работать в Стэнфорде, поэтому я очень хочу увидеться с ней до её отъезда, и как одну из опций мы рассматривали Армению, чтобы и мне было недалеко, и ей было интересно, и что посмотреть. Поэтому надеюсь, что мы с тобой ещё увидимся. И последнее, что я хочу попросить, это придумать домашнее задание для моих патронов. Каждый месяц я предлагаю своим подписчикам на Патреоне, тем, кто выбрал тариф From Russia With Love, написать сочинение на определённую тему. И мои патроны пишут очень классные тексты, и всегда рады поделиться своими мыслями. Поэтому, Стивен, предложи, пожалуйста, тему для нового сочинения. Хорошо, я думаю, что это достаточно простой вопрос, но я думаю, что ответы не будут простыми, я думаю, что глубокие ответы будут. И мой вопрос звучит так. Как долго вы не были дома, и почему вы скучали? И если нет, как вы думаете, почему бы вы скучали? Да, то есть по каким вещам, по каким людям, по каким событиям, возможно, вы бы скучали? Отличная тема, мне очень нравится. Стивен, большое тебе спасибо. Я думаю, что мы с тобой можем поговорить ещё на многие темы в будущих выпусках, если тебе будет интересно присоединиться. я благодарю тебя за то, что ты поделился с нами и рассказал об Армении. Думаю, что теперь все точно захотели туда поехать. Да, спасибо тебе огромное, Даша, было очень приятно мне, и всегда буду рад ещё общаться с тобой, либо в YouTube, когда ты приедешь в Армению, либо ещё подкаст записываем. И да, я сто процентов жду тебя в Вереване. Спасибо большое. И благодарим всех, кто дослушал этот выпуск до конца. Не забывайте подписаться на мой подкаст. Услышимся в следующем выпуске. Всем пока! Пока-пока!